Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. Обычно, когда говоришь «доброе утро» и самой радостно, и окружающим, но обязательно найдется скептик, который переспросит «доброе» или вспомнит фразу «утро добрым не бывает». Однако эту якобы народную мудрость опровергают научные факты. Ученые выяснили, что утро является самым позитивным временем суток. Изучив полмиллиона аккаунтов людей из разных стран в социальных сетях и блогах, исследователи заметили, что чаще наполнены оптимизмом именно утренние публикации. Ведь мозг человека после сна отдохнувший и расслабленный, в нем отсутствует эмоциональное напряжение. Так что утро вечера не только мудренее, но и добрее. И сейчас с добрым утренним настроением мы с вами идем в гости. Рубрика «День открытых дверей» зовет нас в музей. В Вознесенском Печерском мужском монастыре Нижнего Новгорода состоялось открытие музея Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества. В подклете Успенской церкви собраны экспонаты, рассказывающие о том, как нижегородцы еще в XIX веке посещали Святую Землю, а также о самих местах паломничества. Познакомимся и мы с этой экспозицией, а также с внуками и правнуками пилигримов минувших столетий. Это вот план старой города Иерусалима 1885 года. В Вознесенском Печерском монастыре состоялось открытие музея Нижегородского отдела Императорского православного палестинского общества. В подклете Успенской церкви собраны фотографии, карты, документы, сувениры и другие ценные экспонаты, рассказывающие об истории паломничества на Святую Землю в конце XIX – начале XX веков. Императорское православное палестинское общество создано в 1882 году указом Александра III. Основной его целью было поддержание духовных связей России с Палестиной, гуманитарная и просветительская миссии в Ближневосточном регионе и содействие православному паломничеству. Первым председателем общества стал великий князь Сергей Александрович Романов, а после его гибели организацию возглавила Елизавета Федоровна, супруга князя. Сначала православное палестинское общество существовало только в Санкт-Петербурге, но вскоре его отделы стали открываться по всей России. Один из них был учрежден и в Нижнем Новгороде. Сегодня, когда деятельность организации возобновлена, обратиться к ее истории особенно интересно. Тем более, что порою она напоминает авантюрный роман. Члены императорского православного палестинского общества, люди, о которых хочется и есть что рассказать. Допустим, взять, к примеру, одного из начальников русской духовной миссии в Иерусалиме. Это Антонин Капустин. Можете представить, что Святая Земля тогда находилась на территории Турции. У нас с Турцией были, скажем так, всегда очень натянутые отношения. Мы либо находились в состоянии войны, либо мы ждали, когда же эта война грянет. Архимандрит Антонин Капустин, когда был начальником русской духовной миссии, он совершил колоссальное количество покупок земли, где фактически невозможно было этого сделать. На территории Хеврона, где у нас сейчас находится одна из наших основных православных святынь, Мамврийский дуб, этот участок земли купил архимандрит Антонин Капустин. Это сейчас в Хевронии единственное место, которое принадлежит православным. За счет чего это получилось? За счет того, что Антонин Капустин обладал великолепными данными для дипломата. Он сумел обо всем договориться через переводчика сирийца, православного сирийца, которого звали Халиби. Халиби приходил, покупал участок земли. Никто даже не подозревал о том, что он сейчас отнесет этот участок. Эти документы батюшке Антонине Капустину, естественно, никого это не вызывало бы никаких подозрений. Но, тем не менее, это было именно так. Экспонаты, выставленные в витринах, собирали около двух лет. Большинство из них – уникальные свидетельства эпохи. Особое место, к примеру, занимает подлинная переписка великого князя Сергея Александровича с епископом Нижегородским Арсамасским Владимиром. Александр Лушин пришел на открытие музея не с пустыми руками. В дар экспозиции крывет принес вещи, которые связывают с тем временем его семью. Это фотография, на которой изображена моя двоюродная прабабка, которая на рубеже где-то 19-20 веков посетила святой город Иерусалим в праздник Ваайя, то есть в ход Господень в Иерусалим. Вот на этой фотографии она на ослике, на осляте, значит, сидит, да. Поскольку она уже в возрасте была, то там вот ноги человеческие за осликом есть. Ее тут поддерживают, да, чтобы не съехала с ослика, да. Но интересно, что эту фотографию я брал с собой в Иерусалим. Она, кстати, воспоминания оставила не очень большие, как она ездила, как она ехала. Ведь трудно, оказывается, путешествовать в то время. Вот этот крест она привезла с собой из Иерусалима. Ну, к сожалению, вот он побит, он у нас хранился в семье, да. Бабушка перед смертью, значит, его мне отдала, сказала, вот, давай, пусть он будет у тебя, говорит, нюхай его. Кстати, если понюхать, кипарисом еще пахнет. Современным путешественникам, которые живут в мире открытых границ, сложно представить, с какими трудностями сталкивались паломники в конце 19 века. Поездка в Палестину приравнивалась тогда к подвигу. И новый музей делает эту страницу истории более понятной. Те, кто сохраняет святыни и память о них, достойны уважения. Архимандрит Антонин Капустин, который благодаря своим духовным, научным и дипломатическим талантам приобрел для России участки земли, связанные с жизнью Господа Иисуса Христа. Музейные работники, которые в 20-е годы минувшего века рисковали собой, но сумели убедить власть, что нельзя распродавать или уничтожать все иконы, ведь они имеют и большую культурную ценность. А у нас на Урале директор Нижнетагильского краеведческого музея Александр Николаевич Словцов практически ценой собственной жизни сохранил для потомков мощи праведного Семена Верхотурского. Или вот наш современник, геофизик Анатолий Верховский, горячий почитатель царя-страстотерпца Николая II и его семьи. Неудобный характер, прямота и принципиальность Верховского стали причиной того, что в 1979 году его вынудили уйти из профессии. А в апреле 1982 Анатолий Михайлович был арестован в Калуге и осужден на полтора года лишения свободы за клевету на советский общественно-политический строй. Так оценили его рукопись об антихристианской сущности коммунизма. После выхода на свободу Верховского долго не принимали на работу. 16 июля 1989 года он был организатором самого первого народного молебна на месте снесенного Ипатийского дома, за что вместе с другими почитателями царской семьи попал под арест. В начале 90-х ученый точно идентифицировал важнейший объект в пределах Ганиной Ямы место уничтожения большевиками царских останков. И всюду рядом с Анатолием Михайловичем зримой своими молитвами была его супруга Светлана Николаевна. Мы попросили эту удивительную женщину рассказать о себе. Этим повествованием завершаем цикл «Делай, что должно» о царских святынях и верных людях. Вообще-то я мечтала совсем о другом. Мне очень нравилось сравнительное языкознание. Но у меня было почти два по-русски. И я знала, что мне никогда не поступить. Поэтому я пошла на математику. Я тоже любила. Но математика для меня была очень интересным, увлекательным инструментом. То, что математика – наука, я поняла больше. Это такая интересная наука. Тем более только-только начались, стали появляться первые вычислительные машины. У нас тогда и в Казахстане учились. Я еще была студенткой второго курса. Но я уже умела подойти и сказать этой вычислительной машине, которая называлась «Урал», тот. Почитай-ка мне тот. Закончив четыре курса математического, перевелась на геопедический. А тут такой, получается, стык. Математики не могут как бы вникнуть в геофизику, а геофизики не могут знать настолько математику. А у меня получилось, что я и геофизик, и математик. Поэтому у меня как-то так работа очень сложилась, очень интересна. И вот все мои коллеги, до сих пор мы вспоминаем, говорят, господи, нам ведь еще за это платили и за право заниматься такой интересной работой. Но когда Анатолий Михайлович сидел? Ай, когда Анатолий Михайлович сидел, я тоже занималась очень интересной работой. Я мыла полы, я работала на вахте. Он сторожем работал. Когда у меня введение принимали, я прихожу там. Вы правда к нам? Да, я к вам. Хорошо, приходите завтра там приносить. Приношу, говорит. Устана Николаевна, простите, у нас это, единицу забрали. В общем, потом мне соседка, наша коллега говорит, хватит тебе людей подводить. Иди-ка ты в уборщицы. Послали. Объявления были, прихожу. Приходит, ну что, нет, не взяли, нет, не взяли, нет, не взяли. Потом говорит, о, иди-ка сюда. Зашла я к ней, она говорит, мама. Она сама была много старше меня, мама совсем старушка, тетя Поля. Дай-ка твою юбку. Тетя Поля дала юбку, блузку свою. Я одела тетя Поля на юбку, тетя Поля на блузку. Платочек, правда, не одела. Пошла, и меня приняли. Работала актером. А до этого в чем вы приходили? А до этого, ну, я ходила в таком, ну, платьишке. Ну, такой стиль был, Мирей Матье назвал. Так что вот, но, тем не менее, по-долгу не получалось работать. Либо единицу сокращали, либо еще что-нибудь. Извинялись, говорили. Ну, потом и также с Анатолием Михайловичем, говорит, извините, но вы должны уволиться. Поэтому моя кума устраивалась. Работу выполняла я, зарплату получала она и мне отдавала. Ну, и этот фокус быстро раскрыли. Ну, народ у нас сердобойный, ведь, знаете, господи, нас не оставляли. Так что вот так вот. А потом началась перестройка. Меня взяли в НПУ «Уралсистема» на инженерную должность. Ну, а клад был даже меньше, чем у старшего техника. Но где-то через, наверное, месяца через два опять стала научным руководителем. Делала с максимально возможной зарплатой. Ну, программирование интересная работа, но тема там была неинтересная. В основном всякие бухгалтерские не люблю. А сейчас что вы создаете? Сейчас, ну, я то тем, то другим увлекаюсь. Я освоила сайтостроение, создаю сайты. Сейчас могу на чистом HTML написать, не на конструкторе сайт могу создать. Ну, всякие языки освоила. Очень мне нравился Adobe Flash, но его сейчас как бы это перестали развивать. Это вот интерактивная анимация. Но я его не забросила все равно. Вообще люблю буквицы очень. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, я надеюсь, что наша программа помогла сделать ваше утро добрым. Продолжим в том же духе и увидимся с вами в начале следующего часа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok